здравствуйте сегодня 25 марта 2022 года 9 часов 42 минуты я только что вернулся из похода к ферме молоко там набирал по 1 гривне молоко продают вот по таким ценам тут отпускают вот 1 гривна за литр молока это практически даром потому что в киеве 0 95 литра молока стоит где-то гривен под 30 до войны но 28 30 зависит от того какая жирность какой завод таких бумажных пакетах и значит я принес 12 литров и тут сейчас как раз уже в доме открывал замки чтобы в дом зайти это такой грохот мощный был громыхала очень сильно и уже близко громыхает так эту часть возле улья нахожусь из которого пчелы вылетают вчера вечером снег выпал ну часов 5 вечера начал падать и снега много и сейчас где-то около 1 градуса плюсовая температура такой не сильный северный ветер дует слышите как под ногами хрустит снег вот это я тут возле улья веду и хрустит снег немного снега насыпала но где-то сантиметра ну четыре может быть может быть ты где-то вот так но немного было снега такой лапчатый снег осыпался вот и сегодня когда шел туда нас вот эту дальнюю ферму где коров держат послушайте грохот это вот стрельба была из установок ракетно-залпового огня типа град или смерч или ураган это по чернигову стреляют а вот до этого когда я уже к двери дома подошел выстрелы были здесь были здесь поближе слышны но грохот такой мощный такой вот раскатистый грохот где-то километров за 15 за 20 от моего села грохотало село находится в городнянском районе бывшем теперь это черниевский район черниевской области километров 60 до границы с белоруссией и россией приблизительно одинаковое расстояние километров 50 по дороге чернигов но по прямой километров 45 вот и вот так вот громыхает туда шел громыхало но близко где-то вот километров 15-20 приблизительно так а вот это сейчас более дальние раскаты так что россиянцев этих расистов уже украинские войска гонят назад на россию нахер отсюда с нашей земли это вот чернигов пытается обстреливать пушки стреляют и установки ракетно-залпового огня вот такой грохот мощный идет наверное сейчас слышны как пчелки мои гудят тут вылетают воду ищут и пытаются лететь на орешник с лещины собирать цветочную пыльцу потому что кроме нее пока еще ничего не цветет птички радуются весне тепло уже не было абсолютно безоблачное а вчера к вечеру такие тучи натянуло вот этих туч снега насыпало вот громыхает так так ну в общем я заканчиваю запись этого сообщения идея понятно что расисты эти которые сюда вот послушайте еще грохот вот даже шмелиха прилетела волей пытается залезть через верхний леток сейчас я не снимаю только запись видео сделаю здоровенная шмелиха такая вот тепло почувствовала и волей через верхний леток хочет залезть и оттуда метку чуть-чуть украсть но пчелу и не пускают здоровенная такая полосатая черная пушистая и рыжая такая полоса у него сзади прилетела там тепло и она туда вот волей хочет залезть а ее там она не пролезет там за пропалисованный леток и для пчел оставлен где-то сантиметр в диаметре отверстия это самый верхний леток три корпуса стоит 30 рамок в нем и она там не пролезет а если через средний леток она в этом прошла вот послушайте как пчелки гудят где-то один-два градуса температура и при такой температуре пчелы летают они чувствуют тепло но они не поняли что снег выпал но в тех местах на траве где вода подтаяла они там воду эту подтаявшую берут но лучше конечно чтобы поилки были в ульях теплая тепленькой водой чтобы они не переохлаждались они сегодня на солнце отогреются солнце пригревать будет но лучше не рисковать ставьте поилки прямо в ульи под пленку чтоб там влажность была для нормального развития расплода без пыльцы они могут там день два-три просидеть без обнушки слышите как громыхает вот это наверное на целый день обстрела эти будут будут стрелять по чернигову они хотят чернигов уничтожить снести его с лица земли как мариуполь чтобы ничего не осталось это такой древний старинный исторический город который был составной частью киевской руси киев чернигов старейшая города киевской руси москвы не было там жаба было жабе болото было и киевские князья москву создали деревенька там какая-то маленькая была три рыбака жила на этих болотах рыбу ловили вот и один там из купцов как каких-то киевских эту деревеньку там купила потом продал ее киевским князьями таким образом москва была заложена вот так а это москва которая моложе и киева и чернигово пытается быть командиршей над своей матерью родной из киевская русь это мать для московского княжества для москвы и с киев это мать ну киев по получается как бы муж мужского рода слова в общем будем считать отец и в это отец для москвы и вот это вот доченька такая родная паскуда конченная хочет своего отца со света сжить ее снести захватить перехватить но это типично для баб в объем мужчин не любит вот так же россия поступает ни своих не чужих мужчин не любит и своих не ценит не уважает мужчин россиянцев этих засранцев граждан россии мужчин и другие других мужчин в других государствах вот такая вот сучья бабская натура но это громыхание на целый день будет все на этом заканчиваю как радует вслух вудения жужжение пчелок летают и птички тут уже гнездо вьют воробьи уже тут в дуплах яблоневых он вижу там через дорогу в соседнем дворе яблоня растет старая ветка была давно срезана там дупло образовалось и там воробьи себе уже гнездо создают где-то метров 40 от меня 35 метров где-то так расстояния до то яблонь и воробьи там уже вчетвером там два дупла рядом находятся гнездо строить себе каждая в своем дупле вот такая война но со временем я чувствую что где-то ближайшие тут 10 12 дней может быть двухнедельный срок и тут уже будет стрелять под нашим селом и может быть по селу будет бомбить так что ждать можно всего чего угодно всего вам хорошего удачи желаю скорейшего окончания этой паскудной войны берегите себя благополучия вам удачи во всех делах до свидания до следующих выпусков моих сообщений